Добрый день, компания OEMZAP. Сегодня у нас на ремонте Santa Fe. В принципе, с типичной проблемой заклинил двигатель. Произошло это следующим образом. Человек, говорит, ехал с небольшой скоростью, порядка 50 км в час. Правда, единственное, говорит, не слышал никаких ни стуков, ничего. И неожиданно двигатель заглох резким ударом. Далее он обнаружил, что масло вытекло с двигателя. И после осмотра, где-то у себя в гараже, на яме, наверное, посмотрел, увидел, что в районе четвертого цилиндра пробит алюминиевый поддон. Просто отверстие размером с 5-рублевую монету. Как правило, проблема эта случается на больших скоростях, когда владелец автомобиля пытается произвести обгон. Там резко педаль в пол, и в этот момент пропадает давление, двигатель клинит. Здесь же случай другой. Небольшая скорость, плавное движение, но, тем не менее, двигатель заклинил. Сейчас поднимем автомобиль, покажем, собственно говоря, само отверстие, которое образовалось из-за того, что оборвало шатун. Ну, а далее уже будем снимать двигатель, дефектовать и уже более подробно расскажем. Напоминаю, что двигатель на этом автомобиле установлен G4KE 2.4. Проблема, которая случилась, она для него типичная. Средний пробег на данных двигателях до того момента, как случается беда, где-то от 120 до 170 тысяч километров. На данном автомобиле пробег 147 тысяч 800. Вот непосредственно отверстие, образовавшееся от обрыва шатуна четвертого цилиндра. Видно, что он не эксплуатировался, и проблема эта случилась не вчера и не позавчера. Видимо, автомобиль достаточно долго стоял. Вот коррозия, как на поддоне глубокая, он появился прям свежая, сухая, да? Кардан, ну и в целом задняя подвеска видно. Снимем двигатель, еще дополнительно мы здесь проверим всю подвеску. Вот уже видно муфта полного привода, она мокрая в масле. Как минимум будет предложено ее обслужить. Хотя есть предположение, что она даже там в обрыве находится. Ну, это уже на фоне двигателя детали и мелочи. Ну, все, приступаем, да? Все, приступаем к дефектовке. И, соответственно, двигатель снимем, разберем. Далее вам все покажем и расскажем. Вот поддон, который мы сняли. Видим здесь частички металла, в частности, вкладыши. Бронзовый цвет. Ну, в принципе, это ожидаемо. По распредвалам ничего ужасного мы не обнаружили. В принципе, шейками везде все достаточно хорошо. Есть небольшие царапинки. Ну, для этого пробега в 150 тысяч вполне допустимо. Все хорошо. Здесь максимум, что мы сделаем, это отполируем их. Просто сделаем полировку. По головке блока цилиндров. Также визуально никаких мы ужасов не замечаем. С постелями все достаточно неплохо. Так же, как и на валах, понятно, есть небольшие царапинки, но они не навредят ничему абсолютно. То есть по головке просто здесь, как обычно, разберем, поменяем маслосъемные колпачки и проверим саму головку. Также плоскость на шлифовальном станке выпрямим до идеала. Далее. Масляный насос. Вот мы его разобрали полностью. Так же, так же, визуально ничего, никаких проблем по нему не наблюдаем. На балансировочных валах все хорошо. На корпусе насоса тоже ничего ужасного нет. Пружинка целая. Все витки на месте. Плунжер целый. Задиров не видим. То есть, в принципе, все хорошо. Шток, который подпирает пружинку, тоже у нас целый, необходимой длины. В общем, с насосом проблемы нет. Хотя мы ожидали, что все-таки что-то увидим. Далее. Коренные шейки, вкладыши. Состояние можете оценить. Тоже, в принципе, все достаточно неплохо. Есть некоторые царапины. Но, опять же, для этого пробега, по-моему, в районе 150 тысяч, достаточно неплохо. Сама постель. Ну, здесь мы никаких сюрпризов не увидели. Мы и так знали, что у нас здесь она пробита. Коленвал. Коленвал. На первой шейке маленькая царапинка. Остальные шейки чувствуют себя отлично, можно сказать. За исключением четвертой. На четвертой шейке провернула шатунные вкладыши. Ну, естественно, она пришла в негодность. Поршня и шатуны. Вот такой износ мы можем наблюдать на шатунах. Это для пробега. Опять повторяюсь, но вот 150 тысяч пробега. Вот такой износ. На всех шатунах. На всех вкладышах, точнее. За исключением четвертого цилиндра. Здесь у нас он в разобранном виде. Вот его сломало на три части. Вкладыши, естественно, провернуло. Вот они тоненькие стали. Здесь также невооруженным глазом виден эллипс. Да, то есть все это крутило на коленчатом валу. И сам-сам блок непосредственно. Ну, все достаточно неплохо во всех цилиндрах. Есть небольшие задиры. За исключением вот четвертого цилиндра. Вот что сделал шатун. Здесь уже блок не восстанавливать, а менять. Ну, я думаю, тут комментировать нечего. Все и так понятно. Подводя итоги дефектовки, можно сказать следующее, что, как правило, проблема с данным двигателем в виде стуки, пробивает блок, полуподдоны, проворачивает вкладыши. Возникает, когда двигателю дается максимальная нагрузка. То есть чаще всего это когда автовладелец идет где-то на обгон, резкое ускорение, и в этот момент происходит, собственно говоря, вот эта неприятность. Либо резкий стук, и мотор глохнет, клинит, либо же сразу там блок пробивает. Ну, в принципе, опять же, владелец не успевает даже среагировать и что-либо сделать. И всегда мы считали, и другие считают, что именно в эти моменты все и случается. То есть нужно на больших пробегах от 100 тысяч избегать больших нагрузок и сильно не крутить двигатель резко, чтобы увеличить срок его службы. Но можем сказать, что здесь случай абсолютно другой, что разрушает практически предыдущая теория выхода из строя. Потому что здесь автовладелец своевременно всегда проводил ТО, заливал оригинальные масла, проверенные, что-то там непонятно откуда лил. Автомобиль эксплуатировал бережно, резкие ускорения не применял. Все вот это у него произошло на скорости 50 км в час. Двигался в городском режиме. Говорит, по улице, где много пешеходных переходов, чуть-чуть там быстрее, чуть-чуть медленнее, но без резких ускорений. До 50 км в час была скорость. Тем не менее, это не спасло его вот от таких последствий. Все равно оборвало шатун, провернуло вкладыш и пробило блок. Ну, в принципе, мы все уже показали. Вы, наверное, поинтересуетесь, что же делать, какая альтернатива, что не давать оборотов, не раскручивая движок. Но нет, альтернатива все-таки есть. Уже не один раз ее применяли. Зарекомендовала на себя очень даже хорошо. А сделать нужно следующее. На пробегах в районе 100 тысяч, можно чуть-чуть раньше, данный насос снимается и кладется в багажник. На его место устанавливается насос А2-литрового двигателя, в частности, G4KD. Там придется сделать небольшие переделки, там поменяются шестерни ГРМовские, также комплект ГРМ, поддон и пару болтов нестандартных будут. Вся эта процедура стоит по переделке, да, на насос с двухлитрового двигателя обходится подключено порядка 80 тысяч рублей. Сюда войдет работа по всему этой замене и оригинальные запчасти. После данных процедур двигатели служат довольно долго. То есть, одни из первых двигателей, на которых мы это сделали, уже проехали более 200-250 тысяч километров, эксплуатизируют в разных режимах и под нагрузкой, и без проблем абсолютно никаких нет. Поэтому, чтобы не доводить до таких последствий, мне кажется, лучше сработать напережение, потратить те же 80 тысяч рублей и сэкономить, ну, как минимум, я здесь, думаю, шортблок, ну, минимум 400 плюс, я думаю, будет где-то так. Согласен, слушай, вы еще такое мнение, что все-таки вибрации какие-то там появляются, убираем баланс. А, ну, да, 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 некоторые особенно ощепетильные, скажем, клиенты иногда жалуются, что появилась некая небольшая вибрация, чувствуется по кузову, то, что блок балансира убирается, а ставится обыкновенный насос. Ну, сколько раз мы не проверяли данную теорию, да, то есть клиент, он садится после ремонта такой, неделю он не сидел за рулем, взялся, такой, блин, ну, понятное дело, он везде постарается прислушаться, посмотреть, все ли хорошо сделали, и вот начинает вибрация небольшая. Как правило, звонит через два дня и говорит, ребят, вибрации нету, просто я загнался, скажем так. Если же вас интересует, как будет происходить процесс сборки, мы уже снимать на данном автомобиле не будем, данное видео есть на нашем канале, ссылочка будет здесь. Также процесс замены насоса с балансированием на насос двухлитрового мотора, видео можно посмотреть на нашем канале. Ну, на сегодня все, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok